Добрый вечер всем, меня зовут Алиса Бриккерман, вице-мэра города, тут к нами еще и Юлия Бергман и Миша Гинкер и Яков, он будет вам давать сегодня лекцию, и наша тема, сегодняшняя тема, яков, про бизнес, те, которые хотят открыть свой бизнес, как это, как вы знали, делается, и что для этого надо, мы очень рады, что вы пришли на этот вечер, у нас в март месяц это очень много мероприятий, есть те, которые были сейчас на пуле, мы делали для детей, есть на 8 марта мероприятие, так что следите за нами и смотрите, что есть в городе, хорошо? Те, которые находятся у нас в фейсбуке или в группах, можно через Юлю, Юле сказать, она вас запишет, чтобы вы знали, какие мероприятия есть и что у нас муниципалитет дает для вас. Все вопросы, которые вам поднимутся, входят к Якову. Следующая лекция будет 23 числа, здравствуйте, проходите поближе. Финансовая лекция, можете записаться, тоже будет линк, ссылка передастся вам и можете записаться. Хорошего вечера. Можно вопрос? Вы заместитель мэра, вопрос такой. Скажите, а городу выгодны бизнесмены и их развитие? Если нам выгодно. Городу, да, но город зарабатывает от бизнесмена? Или вы только от физлиц получаете налоги или еще что-то? Город не зарабатывает от бизнесменов. Городу выгодно развитие малого бизнеса и крупного, любого бизнеса тоже, как экономическая его составляющая. То есть какая часть налогов идет все-таки в город? Единственное, что да, город имеет от бизнесмен, если у него есть свое место и он платит одно. А, одно. Это влияет на другие сферы, это с точки зрения рабочих мест, и на демографию влияет. И все развитие коммерческого сектора важны экономические факторы, и не только экономические факторы. Когда вам хорошо и нам хорошо. Спасибо большое. Вопрос, ответ однозначно да. Добрый вечер, меня зовут Яков. Я когда-то был эмигрантом, много-много лет тому назад. И немножко понимаю вашу ситуацию сегодня. Я постараюсь вам объяснить, что такое бизнес в Израиле, но с другой стороны не совсем отзвучить вам, что это будет правильный выбор для вас, потому что самое главное в бизнесе это понять правила игры. не в зависимости от любого государства. И всегда закон не играет главную роль или финансовая структура. То, что играет роль, это менталитет общества и правила игры. Если мы понимаем правила игры, будет намного легче. Будем это знать меньше, будет намного хуже или тяжелее. И тогда это в зависимости уже на как закаляется Сталин, насколько вы физически и лично готовы к тому, чтобы вначале держать щелк, тратить свои деньги, а может потом станете надо. Можете задавать любые вопросы. Но поскольку меня здесь уже снимают, то задавайте их правильно, потому что я не смогу отвечать на все. Я понимаю, что вы понимаете меня, понимаю вас. Что такое бизнес в Израиле? Бизнес в Израиле состоит из трех компонентов. Это кто? Официальное лицо, это тема и это место. Кто это официально, на кого будет записан бизнес. Сейчас не идет речь, какая будет система регистрации. Сейчас идет нюанс, кто возглавляет тему и кто возглавляет бизнес. Теперь официальное лицо, это может быть гражданин Израиля, это может быть не гражданин Израиля, но должно быть лицо. Второе, это тема деятельности. Чем будет заниматься бизнес. И в Израиле отличие оттуда, откуда вы приехали, не в зависимости откуда. Восточная Европа. Поликмахер открывает бизнес, он пишет что? Тема деятельности. Он будет писать что, как вы думаете? Поликмахерская. И все? Каких? Стрижка, покраска там. Что заливается чуть-чуть иначе. Он будет давать услуги поликмахерам. Он имеет право заниматься торговлей. Он будет торговать товарами, которые связаны с красками, шампуем и прочим. Он имеет право проводить частные уроки людям, которые хотят стать поликмахером. Частные уроки. Имеет право? Нет. Имеет? Это лицензируемая ведительность или нет? Это лицензируемая ведительность или нет? И поэтому в Израиле парикмахер пишет потенциал своих услуг, даже если не будет их делать сегодня. Но он их будет делать. Во-первых, он... Вопрос по поводу потенциала. В России есть определенные категории, которыми он может заниматься. Здесь он прописывает сам. Чем хочу, тем и занимаюсь. Если это связано с понятием услуг парикмахера, да. Если парикмахер хочет стать хирургом, то нет. То есть, в виде деятельности у него парикмахер скорее есть? Все, что связано с темой парикмахерской. Опять-таки, хирург точно нет. Или он может быть утром хирург, врач с правом лицензии в зале работает как хирург, а вечером он стайл дизайн, не знаю, у него там хобби, хочет стричь. Пожалуйста. А этот есть регламентированный список, чем он может заниматься? Или он сам это предполагает? Нет. Условно, смотрите, здесь есть два нюанса. Вы можете самим пойти в налоговую и лично дать декларацию и зарегистрироваться самим. Нет проблем в израиле демократии. Вы можете сделать регистрацию в государственных учреждениях, в налоговых учреждениях через бухгалтера. Я это больше рекомендую. Почему? Потому что бухгалтер может вам помочь правильно зарегистрироваться. Окей? Потому что появляются в регистрации некоторые нюансы, которые связаны с вашим личным статусом. Вы на них ответите одним ответом, но можно было ответить и другим ответом. Окей? И тогда... Да. А через время после регистрации бизнеса возможно ли добавлять какие-то темы? Может. Если они, допустим, возникают? Ну, отрасль может развиваться и... Можете. Можно прописывать, да? Вы можете добавлять, пополнять то, что вы хотите. Самое главное, это в начале, для того, чтобы вы сэкономили время. И самое главное, воспользовались потенциальными такими разовыми сделками. Вы, секундочку, вы когда зарегистрировали бизнес, условно, и он имеет право работать, вы выписываете квитанцию за получение денег или систему оплаты. Правильно? Значит, квитанция будет указана, что? Я сделаю один, два, три. Если это здесь не было указано, условно, что вы напишите о квитанции? Поэтому в начале делается какой-то потенциал услуг, которых рано или поздно я все-таки смогу давать. Да? Скажите, я извиняюсь. Я вот хочу снять доску и лекцию, да? Есть такая возможность? Можно я? Да. У меня вопросик. Существуют ли преференции для Алимов в части, скажем, организации нового бизнеса в Израиле? Это какие есть, какой консалтинг можно получить от государства? И какие вообще преференции для бизнесменов? Я вам оставлю где-то минут двадцать-тридцать в конце моей лекции. Дам максимальный ответ. Тема понятна? Окей. После темы у нас есть место. Место – это физический адрес, где будет располагаться место. Ваш бизнес. Место в Израиле делится на две категории. Домашний адрес – вы имеете право держать бизнес на дому. Окей? Если вы будете держать бизнес на дому, то условно плюс-минус двадцать или двадцать пять процентов коммунальных домашних расходов вы имеете право списывать под бизнес. С условием, что адрес бизнеса будет ваш домашний. Или же вы снимаете помещение под аренду. Тогда у вас другой адрес. И этот адрес списывается здесь. Значит, должно состоять все. Человек, не имеет значения какой полк, место и тема деятельности. И тогда вы условно делаете форму регистрации. Окей? Зарегистрировали бизнес, получили там от налоговых. Бизнес существует. Где вы делаете регистрацию? Вы делаете первое – это социальная страховка, то, что мы называем в Израиле «биток леуми». Подоходный налог, то, что мы называем «масса храмса». И налог на добавочную стоимость, то, что мы называем «мам». Масса рахмуса. Окей? Делали в этих трех дистанциях физическую регистрацию. У вас есть что? Бизнес. В чем отличается Израиль от других стран? Вы имеете право купить машину, он не имеет права? Нет. Да? Вы имеете право также и в Израиле зарегистрировать бизнес, он не имеет права? Работать. То есть даже если вы условно зарегистрировали физический бизнес, он находится на бумаге. Получили разрешение. Это не значит, что этот бизнес имеет право работать. Дам вам пример. Берем детский сад. Окей? Вы имеете, каждый из нас может пойти и зарегистрировать бизнес, сказать, у меня есть детский сад. Но в системе законодательства Израиля, в штате работников детского сада вы должны иметь официальное лицо, которое имеет высшее физическое образование. Без этого бизнес будет зарегистрирован, но не имеет права работать. То есть теперь вы будете зависеть от какого-то диплома, который будет висеть на стенке. Да? Диплом есть, работаем. Диплома нет, официально не работаем. Окей? И есть и другие подобные стадии бизнеса. И поэтому здесь условно жрательно пообщаться с бухгалтером до регистрации бизнеса. Как это повлияет на меня с точки зрения специфического разрешения для дальнейшей деятельности зарегистрированного бизнеса. Да. Вопрос. Скажите, вот лицензию, что вы дают от Министерства образования в Израиле и профессиональную, допустим. Может кто-то пользоваться этой лицензией? Ну, то есть человек пришел на работу, попросили его документы, его лицензию, как вы сказали. Нет, это вы сказали, попросили его документы. Я сказал, что он будет в штате работников. Завайте правильный вопрос. Но могут использовать его лицензию, он об этом будет не знать. Есть какой-то механизм в государстве проверить это? Он в рамках законодательства, этот человек входит в штат работников. Что будет потом? То есть человек пришел, допустим, в компанию, которая занимается электрическими услугами. Условно ли я? Я сделаю короче. Вы пришли, и у вас есть несколько добавочных доходов. У вас есть, говорит, слушай, Боря, давай так вот. Договоримся, я повешу твой диплом, ты даже не должен приходить. Окей? Сколько ты хочешь? Договорились. Поймали Борю, поймали вас? Это касается только лицензируемого бизнеса? Это касается тех бизнесов, которые кроме регистрации формально нуждаются в добавочном разрешении. Это, например, детский сад. Хотите открыть гараж? Аптека, аптека, гараж. Окей? Вы обязаны иметь в штате работников профессиональное лицо, которое проходит в добавочную подготовку и курс в Министерстве транспорта. Без этой подготовки и лайсенса бизнес будет зарегистрирован и не имеет права работать. У него есть штатер. Вы открыли гараж, где-нибудь где-то будет указано. Такой вид услуг гараж будет выдавать. Починка, механика, электричество, условно. Но кроме этого, в теме, какие работы будет выполнять гараж, условно, по группам, по делам, он обязан иметь разрешение в Министерстве транспорта. Без этого он будет только существовать на бумаге. Я имею в виду, что работники должны иметь разрешение. Работники должны быть квалифицированы, которые имели какое-то образование. А сам ты как раз, а при пиражке, без дефицитации, какая-то вина. Вы открываете гараж. Как вы можете давать услуги, если у вас нет профессионалов? Нет, у меня есть работник профессионалов. А сам, по-моему, у меня дефицитации. Не надо. Не надо. Я же говорю, вы должны иметь здесь одного, который имеет райсенс, который он на себя. Вы хотите это делать на себя, это будет более выгоднее и правильнее. Вы хотите делать это на третье лицо, вы будете постоянно от него зависеть. Вот и всё. Правила простые. А если, например, технологичный бизнес и специалистов найти в Израиле сложно. И каким образом можно, например, имея в России этих специалистов, сюда их пригласить в качестве рабочей силы? Проблема с этим. Потому что они должны соответствовать пройти израильское разрешение. Типичная проблема с врачами. Вы можете приехать врач, скажем, 30 лет. Я не об этом говорил. Я имел в виду, скажем, в области робототехники. Это специальность, например, в Израиле, как техника, которая обслуживает, например, систему определенную. Я его, например, не найду. А мне он необходим для того, чтобы он не был. Здесь вопрос. Вы неправильно задали вопрос. Вы должны мне задать вопрос иначе. Можете ли вы привезти профессионала оттуда? Да. Какие-то пути существуют, я не в курсе. Я знаю, что есть работники из Молдавии, есть работники из Румынии, есть работники из России, которые сюда приезжают на специфическую работу. Но вы должны пройти целый процесс разрешения, чтобы ввести этого человека, сделать на него страховку, сделать на него право работы в Израиле, за него отвечать, въезд, выезд. Система существует, но я не в курсе. А где я узнаю? В Министерстве экономики и развития, там есть работники в интернете. Есть компании, которые этим занимаются? А консультанты в мэрии, кроме этого, имеются, например, в какой-нибудь русскоязычном? Не знаю. Не знаю. Окей. Это проехали? Да. Понятно всем? Окей. Ребята, в Израиле регистрация бизнесом, она делится глобально на две группы. Есть понятие частный предпониматель и есть понятие компании ЛТД. Частный предпониматель делится в Израиле на три ступеньки. Есть неправильный перевод на русский, есть мелкий бизнес. На игрите называется ОСЭ, БАТУ. С точки зрения он освобожен. Освобожен от чего? Освобожен от оплаты НДС. Окей. Это бизнес, который регистрируется на единого предпонимателя. Номер Теуда Дзеута, этого человека, является номером его бизнеса. Годовой оборот, не дохода, а годовой оборот в размерах сто с копееками тысяч шекелей в год, в календарный год. Окей. И он не работает с НДС. У него НДС ноль. Он делает регистрацию в отделе НДС и моментально получает от них официальную бумагу, что у тебя НДС ноль. Окей. Второй предпониматель это уже разрешенный бизнес. То, что мы называем ОСЭ, Мурше. С точки зрения разрешенного он уже работает с НДС. Здесь тоже. Один предпониматель. Номер Теуда Дзеута является номером бизнеса. Работает с НДС. И годовой оборот в пределах плюс-минус до трех-четырех миллионов шекелей. Плюс-минус. Окей. Кстати, бухгалтера есть? Есть? Отлично. Почему здесь условно оборот до трех-четырех миллионов шекелей? Есть такое понятие бухгалтерии. Бухгалтерия один столбик или бухгалтерия два столбика. То есть один столбик это значит простая бухгалтерия. Там меньше идет проверка и осмотр, как происходят операции бухгалтерии. А двойная бухгалтерия тоже бухгалтерия, которая похожа в типаж компании ОТД. Там жестко проверяют все операции, которые делает бизнес. То есть в Израиле, если предприниматель хочет остаться в регистрации частного лица, но у него оборот сверх трех-четырех миллионов шекелей, Зайская налоговая имеет право ему сказать, что нет проблем с точки зрения регистрации, но ты меняешь систему бухгалтерии. Бухгалтерия будет вестись по системе компании ОТД. Вот где разница. От трех миллионов, да? От трех миллионов. От трех миллионов, да. Ну и четырех миллионов бухгалтерия может... Эй, налоговую сказать ему стоп. Переходи дальше. Нет, я правильно поняла, что если бы Софа Шана переваливает за 100 с лишним тысяч. Нет, нет, мы сейчас говорили об этом. Нет. Если вы здесь, да. Мы переваливаем, мы автоматически переходим на Муша. Да. А потом уже, если за 4 миллиона, это уже другая форма собственности. Это будет уже компания ОТД. И третья ступень, то, что мы называем партнерство. Найбритис Шута Фуд. Здесь от двух учредителей и до 50. Номер бизнеса начинается с цифры 55. И в принципе работает по той же самой схеме, как и вот этот. Окей? Только здесь от двух учредителей до 50. Чем отличается вот эта структура от вот этой структуры? Это окончательная декларация перед налоговой. Здесь оба отвечают индивидуально. То есть они получили от бухгалтера отчет. И здесь, и здесь. Сдают налоговую. Они как единое лицо. Здесь годовой отчет получает кто? Система партнерства. Не учредитель. То есть если, к примеру, в партнерстве будут трое. И у этого будет 20 процентов. 30 процентов. И 50 процентов. И бизнес показал доход до прибыли 100 тысяч шетелей. Партнерство показало. То есть этим отчетом каждый из этих учредителей индивидуально своей долей будет отчитываться в налоговую. А за убытки они в этих ударах отвечают? За убытки они в этих ударах отвечают? За убытки мы не платим налоги. Почему? Смотрите, бизнес тоже отвечает своими имуществами, да? Да, да. Мы сейчас говорим, убытки это их проблема. Мы сейчас говорим, как мы делимся с государством. Государство говорит вам, господа, вы потерпели ущерб. Вы бизнесмены. Вы хотели открыться. Супер сейчас. Ваша проблема. Но у вас есть прибыль. Сейчас мы поделимся. Так мы делимся. У вас 100 тысяч шекелей. Женя, привет. 20 процентов поделили. 30 процентов поделили. 50 процентов поделили. Из этого выходит следующая вещь. Если из вас в будущем вы захотите пойти в систему партнерства. Окей? Вам очень важно сделать договор между партнерами. Я рекомендую. Я рекомендую только через адвоката. Окей? Брат, сестра, папа, мама. Я извиняюсь. Но договор только через адвоката. И особенно кто отвечает за что. Денежный ущерб. Инвестиция. Вклад. Работа. Ответственность. Кто-то хочет выйти. Кто имеет право войти. Здесь очень много пунктов, которые желательно предвидеть. Вписать. И подписать. И это желательно сделать только через адвоката. Это серьезная тема. Потому что когда приходит ситуация, где придется отчитываться за убытки. Люди пропадают. Окей? Не знаю. И еще одна важная вещь. Когда мы открываем счет в израильских банках. для бизнеса. Вот эти ребята. Или партнерство. Она открывает счет для бизнеса. Окей? Она должна открыть счет вот так вот. В системе договора между партнерами. Если вот это не будет дано банку. Банк подписывает всех как? Как мушкетер. Один за всех. Все за одного. И тогда этот будет очень-очень горко страдать. И поэтому я да рекомендую. Изначально договор через адвоката. И этот договор сдается в банк. И любой кредит, который будет выдан на партнерство. Этот будет отвечать только за 20%. Да. У вас был вопрос? Да. Вопрос такой. Учлением могут быть только физлицами. Может быть комбинация. Два физлица и ее лицо. Но законодательство не ограничивает? Нет. Это лицо. Нет. Смотрите. Здесь не может. В лице не может быть. Вот смотри. У вас раз, два, три. Нет. Я говорю. Миша. Боря. Женя. А здесь может быть Талкадейл? Может. Но я очень рекомендую. Это. Это верный путь. Верный путь. Не туда. Если объединяются несколько компаний. Просто есть компания и есть два инвестора. Смотрите. Компания это не инвестор. Компания это юридический статус. Наоборот. Есть люди. Есть ЛТД. Уже компания. Если есть. Можно я закончу? Да. И есть два инвестора, которые хотят собраться и инвестировать в ту компанию. Они как-то не хотят заходить в ту компанию, а делают вообще новую. Они делают что? Компанию? ЛТД. ЛТД. В котором будет два, допустим, бизнеса и одно юридическое уже вот партнерство. Мы сейчас говорим. В партнерстве не существует ЛТД. В партнерстве существует лицо. Окей? Здесь могут быть от двух до пятидесяти. Компания ЛТД что-то другое. Они своими имуществами отвечают? Ну, то есть смотрите, когда ты здесь любимцы, отвечают все остальные имущества. Они здесь. 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 Каждый из них отвечает личным имуществам. Еще вопрос. А на работу в любом варианте можно нанимать? Можете надо взять здесь. Ну да, я спрашиваю. То есть я могу нанимать, если у меня после подсорка, я могу себе нанимать? Допустим, у вас оборот в месяц оборот восемь тысяч шекелей. Оборот. Если вы сможете доказать зайско-налоговое, что у вас при восьми тысяч шекелей месячный оборот, могут работать десять работников, супер. Но это ниже минимал. У нас все может быть. Если вы можете доказать, что у меня работают десять, супер. А можно вопрос тоже по малому? То есть получается, если я не превышаю порог сто тысяч шекелей в год, я ничего не плачу по налогам, по налогам? Нет. Вы не платите НДС. А что я плачу? Все остальное вы платите? А что платное? Сейчас я подаду к этому. Хорошо. А по третьему, есть ограничения по выручке, по обороту? Это так же. А в обороте я вам сказал. Здесь оборот. Это так вот это. Один годом. Понятно? И перешли к ЛТД. Окей? Я хочу просто закончить вот эти вот формальности. ЛТД в Израиле – это компания ограниченной ответственности. Компании могут быть, я извиняюсь, здесь от 2 до 20, моя ошибка, компания 1 до 50. ЛТД 1 до 50, она открывается не в зависимости от оборота, она открывается в зависимости от потребностей. То есть регистрация компании не соответствует с ее оборотом, а у нее может быть оборота за 100 000 шекелей в год. 1 до 50, ограниченная ответственность. У нас в штате компании с первого дня обязуется быть адвокат и аудитор. Аудитор – это высшая степень, академическая степень бухгалтера. Они должны быть или в штате, или аутсорсинг, но обязаны быть. Компанию в Израиле регистрирует адвокат, а вписывает декларации в налоговую и аудитовую. Преимущество компании в Израиле заключается в том, что она юридический статус. Если там, я извиняюсь, пошалили, то предприниматель не несет ответственность личным имуществом. Ежели – первое – государство, второе – налоговые, третье – банки. В этих трех группах любой учредитель компании будет нести личную ответственность. Все остальные – нет. То есть условно, если вы заказали салон на 20 000 шекелей, или спальню на 20 000 шекелей, и вам сказали, что она выходит с Италии, и корабль потонул по дороге. Это была компания РТД. Будем сидеть и ждать новую спальню. Окей? Хорошо. Это понятно? Здесь нет вопросов? Поехали дальше. Бухгалтера. В Израиле бухгалтера делятся на три стадии. Первая стадия – самая низкая. Это бухгалтер. Бухгалтер в Израиле – это человек, который проходит примерно курс три месяца в бухгалтерии. И потом, может быть, еще курс, который осваивает его возможности приготавливать зарплаты. Это самый низкий уровень бухгалтера. Вторая степень – это советник по налогам. Это тот же бухгалтер, который проходит в Израиле курс в системе налогообложения. В Израиле система налогообложения, она немножко связана с американской системой. Мы знакомы с их законами, они знакомы с нашими. Поэтому советник по налогам с точки зрения бухгалтерии – это тот же бухгалтер, который заканчивает добавочный курс системы налогообложения. И аудитер, это академический статус, первая степень бакалавра, это бухгалтер, который оканчивает как минимум 3 года образования. Аудитер, и только аудитер имеет право подписывать годовой отчет компании ЛТД, УСЭК-УШЭ, разрешенный бизнес и партнерство. УСЭК-УТУР вы можете сдавать самим. И такая интересная вещь. В израиле бухгалтера не отвечают ни за что. А если бухгалтер женат? Не, я могу не смеяться, но нормально. Лучше посмеяться сейчас, чем потом. На что такое не отвечает за что? Он не несет ответственность за приготовление отчетов, которые вы сдали за счет ваших квитанций. Он не детектив, он не будет проверять, откуда вы их нашли, как вы их приготовили. Если они будут, ему не нравится, или он будет что-то подозревать, он их просто возьмет и не пересчитает. Но условно, бухгалтер, советник по налогам, аудитор, приготовляя ваши бухгалтерские отчеты, приготовляет по вашей информации, по вашей бухгалтерии, по вашим квитанциям. Он не несет там ответственность. Если придет на Рогово и скажет, господа, откуда квитанция 1, 2, 3, 4, он скажет, не я, это он. Я могу прийти с ним на собеседование, будем проверять туда-сюда, но он принес. Если произошла репетическая ошибка, 1-1 написал 11, ему сделали ну-ну-ну, он исправил, продолжили дальше. Это очень важно понять, что в Израиле условно бухгалтера не отвечает за это, отвечает мы. В Израиле вообще в сфере законодательства не генеральный директор любого бизнеса, а владелец любого бизнеса, любой регистрации, отвечает за бизнес. Не его генеральный директор. Вот если, например, у вас есть бизнес, ОСЭК КУШЕ, разрешенный бизнес, там оборот от 2,5 миллиона шекелей, вы там уже перешагнули там 60 лет, уже хотите больше отдыхать, взяли молодого, бегает такой, много эмоций, он стал генеральным директором, все равно отвечать будете вы, не он. Даже если вы будете делать ошибки, будете отвечать вы. Это в Израиле законе. Это рассказали. Окей, с формальностью бизнеса есть вопросы? Да. По штрафу можно? Вы сказали, что какая-то интеграция с Соединенными Штатами. Например, вопрос у меня. Имеет ли возможность предприниматель для израильских какие-то материалы или что-либо такое организацию какую-то делать в Соединенных Штатах? Нет проблем. Вы можете, секундочку, вы можете не только в Америке, можете поехать и в группу. Надо вам регистрировать там. Да, вам придется сделать регистрацию, не работать почемно. Придется приехать, открыть, зарегистрировать бизнес и работать. У вас есть два варианта. Первый вариант. Вы едете не условно там Европа, Америка, Канада, не знаю куда вы хотите. У вас есть два варианта. Или же вы открываете филиал вашей компании. Филиал. Или же вы открываете физически внутри нового государства компанию. Смотрите, где комфортнее наугообложение, и там соответственно. Или так, или так, как хотите. Вы, секундочку, вы можете на сегодняшний день жить в Израиле, условно, и давать по зуму, там, сопровождаете какой-то завод там в Германии. Можете. Вы не открываете бизнес в Германии. Вы находитесь в Израиле, и вы даете по системе зум, на дистанции, сопровождаете бизнес. Может быть. Может. Понятно. Окей. Вы можете сказать, с другой стороны, а мне зум не работает. Мне надо быть там физически. Вы можете приезжать в Германию. Дайте знаю, я уже там приезжаю. Мне надо больше, чем один или два дня. Я уже начинаю там физически открывать бизнес. Я уже там держу там офис, секретаршу, секретаря. Там уже начинается какой-то штат. Я там открываю физический бизнес. Все. Если открыть здесь филиал европейской компании, и станет здесь генеральный директор, он начнет. То есть, грубо говоря, учритель, где компания находится в Европе, тут начнет генеральный директор. Какая ответственность на нем, и какая на компании получается? Здесь нет компании, он только филиал. Ну, филиал, да. Филиал зарегистрирован в Израиле или нет? Или это просто точка? Надо регистрировать филиал, да. Если вы регистрируете, так вы регистрируете его как бизнес в Израиле. Да, как бизнес в Израиле. Если вы регистрируете его как бизнес в Израиле, вы открываете точку. Вы обязаны выходить на системы законодательства Израиля. Но юрлицо открывает филиал, не присутствуют здесь физические учредители, то есть юридически открыло филиал. Ну и что? Ну, кто несет ответственность, если гендиректор здесь? Он несет ответственность. Вот он несет. Почему? Почему наемный сотрудник несет ответственность за... Нет, он несет. Владелец, подбанник, на самом деле. То есть гендиректор здесь становится для законодательства Израиля как владелец? Нет. Или владелец в Швейцарии несет ответственность? Да, вы держите компанию в Германии. Симмельц держит компанию в Израиле. Она приезжает в Израиль, она говорит, я хочу работать внутри Израиля. У нее два варианта. Или же она просто открывает филиал, который подчиняется своей компании. Или Симмельц открывает здесь мини-завод и делает регистрацию бизнеса в Израиле. Окей? Значит, если она сделала физическую регистрацию в Израиле, она работает по системе законодательства Израиля. Если у нее просто филиал, она работает с точки зрения правилам, законам. Но бизнес находится в Германии, она отчитывается в Германии, не в Израиле. Это филиал. Она может, если бы, она может, просто, допустим, открыть банк. Но она открывает банк как зарубежная компания, не как израильская компания. Понимаете разницу? На налоги как? Налоги-то здесь платят. А? На налоги-то здесь платят. Это в зависимости от системы законодательства Германии. Если у вас нет договора о догмового обложения, вы платите и там, и там? Под эти разницы. Дальто. Если израильская компания держит... Если израильская компания работает за рубежом тоже. И она там, условно, израильский бизнес, израильский предприниматель дает декларацию о всех источниках своих доходов. Он может делать доходы в Израиле, он может делать доходы в Европе. Так? Он может... Так, господа, я доходы, которые сделал в Германии, я там уже заплатил какой-то процент от этих доходов. Берут относительно сумму денег, которая была сделана в Германии, переводят ее в Израиль, проверяют вот это вот условно сумма денег. Сколько должно было было заплатить налог в Израиле, сколько было заплачено в Германии, разница платят в Израиле. Бухгалтер сделал ошибку и налоговая начинала штраф. Если вы смогли доказать налоговая, что это бухгалтер сделал ошибку, тогда налоговая будет рада вам вернуть денег. Но вряд ли это будет. То есть на самом деле все-таки будет ряд предприятий. Не, ну как? Условно. Если бухгалтер сделал ошибку, да? И это не репетитская ошибка. Сроки сорвал. А? Сроки сорвал. Отвечаете вы? То есть получается, что первое, что ты должен сделать, если ты хочешь начать бизнес в Израиле, это сделать верную ставку на бухгалтера. Это понять правила игры в Израиле. Это понять очень четко, кто отвечает за что. Правила игры. Если вы не понимаете правила игры, вам придется сначала за эти правила игры заплатить самим. Потом их будет больше понимать. Я вам сейчас так вот расскажу, как сзади сдается годовой отчет. Значит, по системе законодательства 31 мая следующего года мы сдаем годовой отчет за предыдущий год. Теперь, если мы смотрим на частное лицо, и как вы наигрите? Каха-каха? Да? Есть такая фраза на игрите, называется мацап кашель. Тяжелое положение. Значит, предприниматель имеет право обратиться в налогу, сказать мацап кашель. И они ему могут продлить сдачу документов с 31 мая до конца июня. Следующий вопрос. Теперь, если этот предприниматель имеет бухгалтера, то теперь и бухгалтер может сказать мацап кашель. И он имеет право продвинуть срок выдачи годового отчета от месяца до двух. Это июль-август. Теперь, если вы бизнесмен, предприниматель, вы не просто вас сопровождают бухгалтер, вас сопровождает контора. Там много бухгалтеров. Там даже советники по налогам. Они имеют еще такой вариант и еще продлить на месяц. Ну, уже где? Сентябрь. Август-сентябрь. Если вы аудитором, и это не один аудитор, а контура с многими аудиторами, вы можете продлить еще примерно на два месяца. То есть, условно, вы сдаете годовой отчет. Секундочку. Вы сдаете годовой отчет. Текущего. Прошлого года, уже к концу текущего года. Люди, которые разбираются в математике, понимают, что один плюс один будет вам. Налоги плачутся позже? М? Налоги будут уплачены позже? Нет. Наоборот, вы можете просто пересчитать. С макетом тогда. А? Налоги оплачиваются на конец года, либо на момент сдачи декларации. На момент сдачи декларации. А, ну, значит, они позже будут. Да. А вот про матсавкаше. Это же не просто я пришла и сказала, знаете, мне так тяжело, просто разрешите. Это же какие-то причины, пункты, которым я должен соответствовать, почему это матсавкаше. У меня здесь просто так говорит, здесь хороший эйдот. Если в зале такое место называется Иерусалим, там действительно плачут. Оттуда идет матсавкаше. А что, просто приходишь и будешь? Ну, смотри, не откидывай. Я могу сказать так, что вы можете проверить. Есть вообще двойная бухгалтерия, и бухгалтерия компании ОТОДЭК, она серьезная. И аудиторские компании, которые сопровождают уже бизнес, средний и выше, они имеют право, официальное разрешение, от налоговой, разделить группу своих клиентов, в зависимости объема работы, и в зависимости срока, когда они обязуются в рамках закона сдавать этот отчет, годовой отчет, прошлого года. То есть у них есть три срока. Один, мне кажется, где-то сентябрь-октябрь, потом идет ноябрь-декабрь, и потом идет январь-февраль. Серьезно? Окей, потому что, не потому что Мацавт Кашер, а потому что на самом-то деле много работают. Если умеют правильно считать, это иногда плюс, это иногда минус. Да. Вопросик у меня. Не знаете ли вы случайно, существует ли какой-нибудь интернет-ресурс, или, например, отдел государственной организации, ну, мэрии, например, где можно узнать по поводу аренда земли под строительство или размещение производства? Вы входите в интернет, входите в аргонное дело, по городам, и вы получаете рассказ, сколько стоит в квадратном методе. Можно есть. Да. Предложение там, соответственно. Окей, теперь, если вы так вот хотите задать вопрос, какой в Израиле более успешный бизнес? Окей? Это нелегкий вопрос, но на него отвечают с другой стороны. Какие проблемы в Израиле есть, или с какими препятствиями встречается предприниматель? Окей? Первое препятствие – это недвижимость. Она очень дорогая в Израиле. Окей? На самом деле она не соответствует цене. Она сверх цены. Если, например, там даже взять центр Тель-Авива. Центр Тель-Авива. И проверить, сколько там стоит квартира. И взять там Манхеттер в Нью-Йорке, то в Манхеттере в Нью-Йорке будет намного дешевле. Я вам говорю с опытом. Окей? Цены на недвижимость в Израиле высокие. Это влияет на что? На аренду. Окей? Это влияет на аренду. И поэтому у вас появляется на самом-то деле, когда вы снимаете большие заводы, помещения, офисы. Окей? Вы хотите это сделать или их взять, снять в центральных городах, вблизи главных шоссе, ходовые места. Вторая, высокая цена. Окей? Это первая проблема. Вторая проблема, это рабочая сила. Эта проблема делится на две части. Первая, заработная плата в Израиле высокая. Высокая. Окей? И к этому добавляются добавочные нюансы, которые вы с ними не встречали, с туда, откуда вы приехали. Это социальная страховка. Это разные надбавки, которые получают работники. Это условно, с момента, что начинают работать уже второй год, появляется понятие постоянности. Если вы его увольняете, он получает за годы работ, каждый год, добавочную зарплату. То есть рабочая сила в Израиле очень дорогая. Окей? И сырье. Сырье, которое не существует в Израиле. Окей? Это востребует у вас, кроме сырья, закупки сырья. Что еще? Логистику. И логистика на сто процентов, она не зависит от нас. Если взять пример корону, то логистика поднялась в цене примерно где-то в 300-500 раз. По сравнению с ценой, которые были до короны. И это только поднимается. Окей? Я говорю логистика, не сырье. Серье тоже поднялась. То есть если взять вот эти вот три компонента, они очень влияют на потенциал получения прибыли. Потому что в конце концов, когда мы открываем бизнес, что нас интересует? Я не хочу зарабатывать. Хочу получать прибыль. Окей? И не хочу ни с кем делиться. То есть если я хочу получать прибыль, не хочу ни с кем делиться, то у меня могут возникать проблемы. Вот они. Окей? И если мы посмотрим, как это повлияет на среды бизнеса, то у нас есть там условно, допустим, туризм. У нас есть услуги. Торговля. Производство. Я здесь пишу так. High tech. Где-то я с этой темой не совсем согласен, потому что все сзади смотрят на успех. Берут компании, которые успешно сделали экзиты и миллиардеры. Я вам советую проверить в течение года, сколько было вообще бизнеса в сфере high tech открыто. Сколько денег было вложено, и в конце концов, в количестве, не в сумме денег, в количестве, кто преуспел, кто нет. Процент очень маленький здесь. Окей? Из этих вот тем, вот это проблематично. Почему? Она связана с этим. И поэтому в Израиле производство это серьезный вклад. Серьезный вклад. Зависит от этого. И производство еще требует оборудования. Оборудование. Мы будем покупать оборудование не на год вперед, а как минимум 3-4-5 лет вперед. Иными словами, первоначальный взнос или первая инвестиция в эти темы, она очень высокая. Окей? Да, в Израиле есть деньги, в Израиле можно получить суды, есть льготные суды. Но вот эти бизнесы в начале, они требуют от своих владельцев или от своих инвесторов очень высокую вкладку. Окей? Если есть опыт производственной деятельности, то, наверное, возможно поставить? Опыт это хорошо, но его надо потом поставить на ноги. Я скажу некрасивый пример. Я извиняюсь заранее. У вас есть один ребенок, сегодня родился второй ребенок. Опыт есть, но будет стоить дорого. Не забывайте, что вас снимают. А? Не забывайте, что вас снимают. Я понимаю, но здесь можно посмеяться. Смотрите, это очень, очень дорогое удовольствие. Люди, которые понимают понятие линия производства, вам одна линия производства на заводе не хватает. Потому что не дай бог, что-то произошло с одной линией, завод стоит. Вам понадобится как минимум 2-3 линии производства. То есть вы уже 3 раза, 2 раза обязаны вложить инвестицию для бизнеса, который может даже не пойти. Здесь очень высокий риск. Если вы задаете вопрос, куда идти, я не говорю не идти сюда. Но здесь будет довольно высокий риск вначале. Туризм, окей, если вы смотрите в Израиле, уйти в сферу туризма внутри государства, окей, чтобы опять не быть зависимым с точки зрения логистики, окей, это перемещение туристов с одного места в другое место за границу, а внутри Израиля, здесь может быть успех. И люди любят отдыхать, хотят отдыхать. В течение недели работают очень тяжело, хотят как минимум 5-5 субботу отдохнуть. Вопрос сразу про туризм. Вы лицензированы ли деятельности, смотрим на туризм и крошку туризму? Нет. Ну то есть нет необходимости места работника со спецобразованием? А экскурсовод? Насколько я знаю, нет. У вас требованы другие потребности, денежный залог и прочее, но другой нет. Вроде бы экскурсовод это лицензировано. Экскурсовод это что-то другое. Я просто открыл офис, который будет условно продавать билеты. Если вы хотите отдыхать в горах, будет там снимать домики. Вы хотите просто там едете на Ромата Була, условно, и там строите домики для отдыха. Если с точки зрения стройка домиков, она по системе законодательства получила все эти разрешения, нет проблем. Это тоже туризм, отдых. И тогда мы остаемся с вот этими двумя. Окей? То есть условно, что в Израиле чуть меньше понятия рисков, это услуги, потому что это зависит только от нас. И торговля. Условно. Окей? Вот эти вот две темы, они в больших объемах развития и в больших востребованных в Израиле. Окей? Вот это идет больше. Я не говорю, что здесь нет риска. Но здесь намного меньше, чем здесь. И здесь намного меньше, чем здесь. Окей? Вот это. Окей? И еще одна вещь, которая очень-очень отделяется в Израиле от того, чтобы принято там. Окей? Это понятие страховки. Вы все бывали у зубных врачей там. Вы все бывали у косметологов там. Вы все бывали у массажистов там. Те чуть меньше. Окей? В Израиле условно-условно любой профессионалист, который выдает личные услуги свои, делает страховку профессиональную. На несчастный случай. То есть в Израиле любой бизнес, любой, да? У него три вида страховки. Первая страховка. Он страхует свое имущество. Сгорело замыкание, наводнение. Не знаю, что, буря. Окей? Он застраховал свое имущество. Второй вид страховки. Это страховка третьего... Несчастный случай. Третье лицо. Окей? Там... Вы психолог. К вам пришел пациент. Вы пока мисс кабинете. Он там сидит, вас ждет. Цепетавшая ему там налила кофе. И слегка, не знаю что, кипяток на него. Там, не знаю, обжег, не знаю что, его в больницу. Есть страховка. Супер, отлично. И третья страховка. Это профессиональная страховка, которая страхует нас на момент выдачи наших услуг нашему клиенту. То есть психолог сказал ему, тебе надо один, два, три. Он сделал четыре, пять, шесть. Теперь иди докажи, что произошло. Он будет судиться. Он будет судиться с чем. За моей спиной существует компания, которая застраховала мои услуги. Окей? Там этого нет. В Израиле это да. Окей? Делают или не делают, это что-то другое. Окей? Но я могу, что в Израиле это делают. Даже простой косметолог. Наращивание ногтей. Окей? Наращивание ногтей. В Израиле делают страховку. Не все, но делают. То есть это не обязательно? То есть это не обязательно? Это не обязательно, но с опыта это потом понимают очень быстро. Сколько это стоит? В зависимости от риска. Вы рискуете риск. Вы рискуете там, не дай бог, наращивание ногтей. Это там условно. Клиент это адвокат. Адвокат ша. И она правша. И ноготь, палец правой руки. Теперь она не может писать. У нее проблемы идти на судебный процесс. Она не будет защищать своих клиентов. А у нее таких пять. Каждая папка 100 тысяч шекелей. Супер. У нас там, ну, ребенок ходит на гимнастику. Мы оплачивали страховку, ну, страховку профессионалов. То есть секция просто 90 шекелей на год на человека. То есть они сами себе прикидывают риски. Ну вот, для того, чтобы со всех собрать и... До короны началась волна клиентов, которые начали ехать в Грузию На лечении зубных плечей. Стоило копейки. Очень дешево. Где была проблема? Возвращались обратно в Израиль. И теперь какой-то ЧП. Там упала коронка. Или там заболело пять зуб. Один выход. Что делаем? Едем куда? В Грузию? А как лечить? Нормально. Нормально, да? Потому что иногда говорят, что стоит дешево, а стоит в конце намного дороже. Но была бы страховка. Окей? Что начали делать потом другие бизнесы? И в Грузии тоже. Они нанимали в Израиле офис. Как представительный агент. И если у вас появляются такие вот маленькие проблемы. После глобального лечения, наш отдел обращайтесь туда к решению. Но в Израиле все понятия правил делают страховку. Окей? Нет закона. Это надо. Окей? Почему я говорю, что нет закона? Потому что есть люди, которые не делают страховку. Я вам скажу больше, я вряд ли кто-нибудь из клиентов, которые посещают косметолога, задает вопрос или вы сделали страховку. Вряд ли. Окей? Но есть такие в Израиле, которые делают, есть такие в Израиле, которые не делают. Но это защита предпринимателей? Это защита предпринимателей. Нет, защита только предпринимателей. Можно здесь вопрос? Страховая выплатила после нашему... Ну, выплаты. Она потом страховая требуется страховать? Вы платите ежемесячно какой-то процент, какую-то сумму за то, что страхует вас, как профессионалист. Взял? А если случилось такое, не один, а два страховых случаев, к примеру, то страховка уже там же страхуется, и страховка повышается? Или повышается, или же они имеют... Смотрите, они не сделают вам страховку, если вы не... Вы получаете профессиональные документы. Кто вы? Вот если вы, к примеру, вы говорите такую вещь. Я хочу открыть кабинет психолога, и там... Работа с людьми, которые прошли какой-то шок. Окей? И вы скажете, но я хочу себя застраховать. Он говорит, нет проблем, мы хотим получить координаты ваших профессионалов, или те, которые будут выдавать услуги вашим клиентам, психологам. Мы хотим получить один что? Лайсенс, что они имеют право работать в этой теме в Израиле. Они могут быть супер-психологами в России, в Украине, в Германии. Окей? Они приехали в ЗАР, они обязаны иметь официальное разрешение израильское. Тогда они вас застрахуют. Фирма, допустим, фокусы в течение года имеет не один, допустим, а два, три и больше страховых значений. Но на следующий год, если страховка увеличивается... Теории дам, теории дам. Страховая может вам вообще сказать, я даже вас не буду страховывать. Они даже могут отказаться от страхования вашего офиса. Имеют право. Но не в момент договора. Не, не, не. Потом проложили. Вы должны пройти срок, должен пройти срок, и потом они имеют право отказаться. Вы купили машину, так? Вы застраховались, сделали аварию. Не имеет значения, кто виноват. Или вы, или вас. Окей? Вы моментально. Следующая страховка вам поднимает целый. Не в зависимости кто виноват. И страховка заключается минимум на сколько? На полгода, на зло. На полгода. На полгода. Здесь очень важно понять, смотрите, здесь очень важно понять, это желательно взять профессионалов, которые умеют правильно застраховать. Здесь надо понять, что вы страхуете. Возьмите, например, бухгалтера. Что бухгалтер страхует? Ответственность клиента. Ответственность клиента. Он страхует, если клиент получит штраф. Окей. Это его профессионализм. Что он еще страхует? Все. Если у клиента штрафа нет, то значит... Все? Клиент может подвесить конструкцию, он может страховать личную ответственность за свои услуги, да? Как он правильно называется? Я вам скажу, что страхует израильский бухгалтер. Он страхует место. Включая все, что внутри. Интерьер, оборудование. Окей. Несчастный случай, не дай бог. Это первое. Второе. Это если к нему приходит клиент, сел и там... То, что мы говорим там, не дай бог, разлили кипяток. Не связано с услугой. И несчастный случай. Но здесь... Входит еще интересная вещь. Кто очень много у бухгалтеров напротив глаз? Кроме компьютеров. Кроме компьютеров. Кроме компьютеров. Кроме компьютеров. Папки клиентов. Правильно? Израильский бухгалтер. Израильский бухгалтер. Папки клиентов. Можете смеяться. Они берут папку. И говорят так. Чтобы эту папку потом возобновить. Сколько времени мне на это понадобится? Сколько рабочей силы? Документы. Технология. Копии. Он говорит так. Для того, чтобы мне условно обновить одну папку. Это мне стоит 5000 шекелей. Сколько у меня таких папок? 100. У меня здесь есть ценность. Полмиллиона шекелей. Я ее сухую. Потому что не дай бог, что-то произошло. Сгорело полуофиса. Вам сейчас придется обновить все эти папки. Надо деньги? Здесь очень важно понять, как достаем бизнес. Где у него ценные вещи, которые надо страховать. Это не только ум. Это не только рабочая сила. Это много других. Иногда они как будто на первоначальный взгляд. Мы не обращаем на это внимание. Но потом, не дай бог, несчастный случай, мы начинаем страдать. Как это так? Мы об этом не подумали заранее. И поэтому в Израиле, когда вы идете и страхуете бизнес, здесь очень важно понять, с кем вы это делаете. Потому что они должны понять, они понимают, они должны понять четко, именно, что они должны страховать. Иными словами, как они должны вас оберечь от несчастного случая. Если это компания РТД на сегодняшний день, это 23%. От любого шекеля. Окей? Доходы или обороты? Прибыль. Ах, это... У вас есть прибыль. Не имеет значения. Шекель 2. Окей? С первого шекеля вы платите 23%. Прибыль. В Израиле под доходный налог идет только от прибыли. Мы не платим от оборотов. Этого нет. Но налоговая иногда говорит тоже и у меня Мацапкашек. Я хочу технику берет. И тогда она имеет право вам назначить налог на будущее. То есть вот это наиболее называется Микдамот Мас. Это аванс за налог. Это идет в процентах. И это идет от месячного оборота. То есть если условно у вас там... Они вам назначили 1% аванс. А у вас месяц, каждый месяц оборот, нет дохода, оборот 100 тысяч. Вы будете платить тысячу шекелей каждый месяц вперед. В конце декларации следующего года проверят, сколько вы заплатили. От этого вам скажут, сколько вам надо было заплатить. Дельту вы заплатили. Большая вероятность, что такого не может быть. Если вы переплатили, значит вы открыли трансберегательную кассу. Мне кажется, вы там не откроете. Значит, компания ЛТД 23%. Потом мы смотрим на частников. Это у нас 23% или плюс НДС, насколько вы думаете. Не хочу вас пугать. Это идет так вот. Это 23% это прибыль. 17% это НДС. Мне кажется, или 30% или 35% ДИВИДЕНД. Слышали такую фразу, не ДИВИДЕНД, а... Это налог на... Возможно взять наличные средства с компанией. Выбор капиталов. А? Выбор капиталов. Окей. Это гражданин дивиденд. То есть... Это кассет на кассета вы... Это не включая в социальную страховку. Окей. Сделайте вывод. Какой процент у вас выходит? Мало. А? Очень мало. Значит, компания ЛТД 23%. Если мы смотрим на частников, это делится 10%. 14%. 20%. 31%. 35%. 47%. Глобально проценты не меняются. Меняется только сумма. Окей. Это за 21-й год. Никогда она поменялась. Но это 1,75960. Это если есть сотрудники на зарплату, да? Нет. Это налог, который вы будете платить на прибыль, если вы частное лицо. А, если уже частное лицо. Это доход до прибыли за год. Да. Почему? Это оборот. 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 Это доход до прибыли у частного предпринимателя. Оборот. Это не карьера. Оборот. Это на иврите называется махзор. Это неправильными словами выручка. Это то, что вы получили. Так? А это что? Это доход после оплаты переменов и постоянных расходов бизнеса. У вас был оборот 100 тысяч. Это доход до оплаты налогов. Это правильный перевод. Это не прибыль. После того, что вы зарабатываете здесь 10%, у вас останется прибыль после оплаты налогов. Это доход до оплаты налогов. Да, грязная прибыль. Грязная прибыль. Грязная прибыль, это меня нет. Это потому что у СЭК Патур, да, например? Это для всех. У СЭК Патур, у СЭК Муршей, партнерство. Потом у вас идет 75, 961 и до 108, 960. 108, 960 и 1. Я на этом остановлюсь, потому что вы можете войти в интернет и посмотреть. А потом когда заплатишь Масад на сумму? Сейчас, сейчас, сейчас. Эта сумма доход до прибыли. В 1923 году это немножко поменяется. Вы должны просто понять, как глобально работает. С одного СЭК до этой суммы вы заплатили 10%. Так? От этого условно должны снять 10%, правильно? Но не снимают. У вас есть подарок. У вас есть два подарка. Да. Первый подарок называется «Найбити некуда цикута». Или баллы, там, баллы или очки. Личный. Каждый гражданин Израиля, как говорится, или гражданин, или гражданка имеет некуда цикут. Имеет некий балл. Мне кажется, мужчина начинает с 2.25, женщина, мне кажется, 2.75 или 3.25. Это связано с пол, здоровье, личный статус, количество детей и так далее, и так далее. Бухгалтера это знают наизусть. Можете обратиться к бухгалтеру и просто у него получить объяснение лично вас, сколько некуда цикут вы имеете. Если среди вас уже есть наемные работники, которые уже работают как наемные работники, и вы получили корешок зарплаты, у вас с правой стороны внизу будет указано, куда цикут и сколько. Каждый такой балл превращается в сумму денег. Он имеет сумму денег. И тогда, например, у вас доход был 60 тысяч шекелей. К примеру, вы должны заплатить условно 6 тысяч шекелей. Все со мной проверяется, сколько у вас есть некуда цикут. Допустим, у вас 3 некуда. Допустим, каждый никуда стоит 200 шекелей. Множек снимают отсюда, и уже вы заплатили меньше. Понятно? Это формула. Каждый из вас индивидуально проверяет, как это касается лично вас. Это первый подарок. Второй подарок. Есть в Израиле города, или же они вдоль границ, или же они называются городом развития, где гражданин этого города получает добавочную скидку на оплату налогов. Я очень уверен, что в городе Аква это есть, на горе это есть, в Горьбе я не знаю, можете узнать. Но это добавочная скидка на суда. Что вы должны знать? Вы должны знать первое. Это где вы находитесь, вот здесь, вот. Второе, никуда цикут. И третье, в городе, где вы проживаете, или есть для вас добавочная скидка. Самое главное понять, что это работает по ступенькам. Если условно у вас 100 тысяч шекелей, 100 тысяч шекелей налог на доход до прибыли. 100 тысяч. Значит, первые 75 вы заплатили 10%, а оставшиеся дельты заплатили 14%. Не всю сумму 14%. Это важно понять. А если, например, наемным работником являешься и в то же время занимаешься предпринимательской деятельностью? Супер. Вы утром работаете как учитель математики в школе, вечером много свободного времени, хотите два урока вечером. Нет проблем. Как наук? Собирает все догоны. Все доходы. Все доходы. Условно говоря. Все доходы. Вы условно можете сделать, вы можете там, там, где вы работаете, как главный заработок. наемные работники. Там условно они снимают, там могут снять 10%, в конце года делается перерасчет, у вас будет доход намного больше. вы перешагнули уже сюда. И они сделают все заново. И может быть, за счет того, что вы подрабатывали как частный предприниматель, у вас выскочил выше доход, заплатите относительно добавочный налог на дель. Это называется тылумаз. 10%. Если превышает, то 14, 20, 30. работодатель, я не знаю, вы все сможете запомнить. Это не связано с работодателем. Если вы наемный работник, мы смотрим, какая сумма должна быть оплачена с точки зрения налога. Как это делится теперь? Есть такое понятие в Израиле средний заработок. Если это можно стереть, я не хочу чересчур ходить глубоко, я хочу опустить поверхности. Запишите себе каждую точку, которая касается самих себя, я могу сказать, где конкретно можно получить добавочную информацию, которую вам понадобится. Если, например, заработок, он 10 тысяч шекелей. А на основном, где ты как наемный сотрудник? Да, наемный сотрудник получает 10 тысяч шекелей. Израиль делит это условно на средний заработок в стране. Если средний заработок в стране, допустим, будет 8 тысяч. Они говорят следующий раз. То, что до 60 процентов. Если получаете зарплату до 60 процентов среднего заработка, вы будете пройти так. Работник будет платить в битулах любви социальная страховка. Это касса. И у вас выходит национальная страховка. Здесь 3.55 работодатель. Работник будет платить 0.4. Таксу вы будете платить 3.1. Это же все равно работодатель все равно платит. Нет, вот, да. Мы все это в прошеде видим. Да, но то, что касается вас, то, что касается вас. Но возвращаемся к моему примеру. В зале рабочая сила, она очень дорогая. Нет, вот, например, по своему примеру. У меня есть муж, он работает на заводе, например. И у него очень много свободного времени вечером. Я организовываю бизнес. Дальше это так, что происходит. Чему-то может не приспособиться. Время продавать люди. Нет проблем. Нет, но тогда мы опять-таки делим его доходы на 2 группы. То, что касается работодателя или наемной работы, это одно. Ну, и то, что касается потом личное время, это другое. Вот, я по этому смотрю все. Просто вы сказали, весь доход складывается. Это в конце, да. Но вначале он будет платить. Нет, но я в любом случае обязан сообщить налоговую, правильно? Чтобы есть два вида дохода, правильно? Да. Желательно сообщить налоговую. Не знали, кто сообщишь, но желательно сообщить. Но в любом случае, самое главное, это главное место, где идет главный доход. Окей? Вот если главный доход здесь, условно, они будут снимать вначале больше все, что касается налогов. Так? Большая вероятность, что там, где вы будете работать как частник, вы не будете платить налоговую. Правильно? Ну, здесь-то мы же, наверное, больше не заплатим. А почему не будем там платить, где налоговую? Как вы будете платить? Вы будете платить что-то через год. А, ну хорошо. Правильно? Здесь вы уже заплатили. Но здесь вы заплатили за меньшую сумму общего дохода. Правильно? Ну, да. Встретились через год. Муж работал правильно. Дал декларацию. Пришел, говорит, ребята, у меня и здесь. Мы великолепно, благодарим. Собрали все. Вышли другие проценты. Вышли то, что они уже забрали. И все, что будет в СИЛЦЕ, мы еще раз добавим. Вот по этой схеме. Вот по этой схеме. 3.1 – это больничная касса, правильно? М? Больничная касса, да? Это больничная касса, это социальная страховка. Но смотрите, здесь очень просто. То, что у меня есть, вы можете войти в интернет. Это в каждом плюше все расписано. Да, все расписано. Вам самое главное понять глобально, как идет формула. Это она индивидуально меняется. Но глобально, если вы понимаете, нет проблем. Льготы для новых импотиантов? Льготы для импотиантов? Могите, есть то, что вам говорят. До 10 лет со дня приезда в Израиль это какие-то льготы на бизнес. Извиняюсь. Льготы на перевод от бизнеса или доходы от бизнеса. Доходы из другой страны, организованные до получения гражданства. Смотрите, я работаю с министерством абсурдцев с 95-го года. Я это много-много-много раз слышал. При факту я это не видел. Теперь это надо уточнить. Потому что опять, господа, вы платите налоги где? За тот бизнес? Мы говорим о скидке налогов в Израиле. Правильно? Здесь очень четко надо уточнить вот этот нюанс. Если вы перевозите бизнес оттуда, перевозите бизнес сюда, и он здесь начинает продолжать работать, это что-то другое. Вам понравится вот эта вот скидка. Там я не знаю. Здесь очень четко надо понять, очень важно надо понять, на чем идет, где она существует, вот эта вот скидка на науку. Там или здесь? Нет, нет, нет. Государство декларировало, что доходы полученные от организованных до получения гражданства израильского бизнеса за границей, пассивный доход, например, недвижимость сдачи в аренду, которые ты получаешь. В течение 10 лет эти поступления не облагаются налогом. Только об этом будет. Окей. Может быть. Мы не знаем, да? Мы не знаем. Можете обратиться к любому бубу. Как минимум, советник по налогам. Советник. Или советник по налогам, или же аудитор. Аудитор точно должен знать. Советник по налогам, большая вероятность, будет тоже знать. Вот этот нюанс. Потому что, с моего опыта, все, что связано с доходами бизнесов там, если вы не можете доказать официально, что они не доказывают, только нам доказать. Окей. Ну, чего мы понимаем другого? Достойду. Окей. Все варианты, как сдача квартиры, это все-таки намного больше дорогу. Если вы даете там квартиру, но у вас не существует бизнес, как вы можете сказать в израиле, что у вас... Нет, у меня бизнеса не пользуется, что я имею в виду никаких скидок, ничего, но эти деньги никто не облагает. Потому что спокойные ребята переводят сюда. Вот сдача недвижимости. Это другой. Вера, Вера, ты сейчас говоришь о техническом переводе денег оттуда сюда, да? Не в зависимости от деятельности. Мы сейчас говорим о деятельности. Ты хочешь эти деньги пожить бизнес? Посмотрите, все, что вам... Здесь нету скидок, да, для новых, например, на какой-нибудь вид налога? Я помню, слышал, что до столовых года есть. Я читала, что первый год, если организовывать и флэ, у меня есть определенный год. Не знаю, какие-то. А таможенные пошлины тоже? На девочки. На таможенные пошлины тоже есть. То есть, ничего такого для новых бизнесов нет никаких... Смотрите, это не новых бизнесов, это до года в стране. Нет, я уже слышал, что по Алимам вроде ничего такого нет. Я поэтому второй раз вас спрашиваю. А для нового бизнеса есть какие-то преференции? Давно с вами тоже нет. Хватит, как и там, крупная корпорация, то есть самое. Пратит в зависимости регистрации. Нет, это не корпорация. Он пратит налоги в зависимости регистрации. Мелкий бизнес, разрешенный бизнес, партнерство, компания ОТД. А такие вещи, как бизнес-инкубатор, или города, где можно бизнес регистрировать с льготами по налогам? Там есть свои советники, которые мне рассказывают. Льготы по налогам, они зависит от личного статуса, правильно? И место распоряжения конкретного бизнеса. ВАК надо ездить. Нет, Герри Аджмона. Герри Аджмона, ты же? Герри Аджмона, самое благотворенное. Отвывайся, ты не можешь? Окей. Да. Допустим, я в Фрилансе. У меня с антракцией американских компаний. Она мне будет платить счет от банки в Израиле. У вас как будет оплата? Как наемный работник или как частый предприниматель? Вы мне скажите, как вы работали там? Ну, это новый, допустим, контракт. Много контракта? Они вам сами скажут, как они хотят. На контракте будет указано. Self-employed. Self-employed – это значит, работать на самого себя. Значит, вам придется сделать регистрацию бизнеса, за как вы хотите получать деньги. Вам придется им выписать квитанцию. Да. Выписывая им квитанцию, вы должны быть за регистрационным бизнесом в Израиле. Можно специфический вопрос? А про каширот и халяль? Можете сказать? Про что? Каширот и халяль. Производство, импорт, экспорт. Какие нюансы? Разрешение, что это стоит, к кому обращаться. Каширот? Частично. Вы хотите что? Вы хотите производить что-то? Экспортировать, импортировать, производить. Нет. Экспортировать куда? Для чего вам нужен каширот? Импортировать в Израиле продукцию? Ну давайте сначала про импорт поговорим. Смотрите, каширот он на специфический рынок. Если вы есть в Израиле, вы можете прийти каширотами. Я слушаю этот магазин. Он не каширот. Если вам раввины разрешат это сделать, когда вы пройдете эту проверку, то можно это сделать? Нет, нет, нет. Это другое. Почему здесь нет? Ну условно, почему здесь нет? Здесь я могу вам рассказать. Знать, где-то 15 лет тому назад я присутствовал физически на сделку. Это могу вам сказать. Приехали ребята с Восточной Европы, предлагали в Израиле разные виды товаров, еды, пищи. Пищевые продукты. Сделка проходила супер. Я уже ссорил себе фантазии, что буду покупать. И на последние сделки вращается израильский владелец супермаркета и говорит, ребята, вы только какой каширот сможете нам предъявить с товаров за рубежом. Какой ведь каширот. Они даже не колебались на секунду. Говорят, ребята, вы нам покажите, как это выглядит. Мы сейчас быстро приготовим. Поэтому не РАФ решает. А в Израиле община, которой вы хотите предъявить этот товар. А в Израиле они могут быть разные. Потому что есть слабая религиозная публика, есть средняя религиозная публика, есть неправильные с вами фанаты. Это разные уровни кашрута. Они отделяются. Вы входите в кашрут и вы можете не выйти. Это дорогое удовольствие. Но с другой стороны, если вы делаете кашрут, вы получаете публику, которая пойдет за вами с закрытыми глазами. Здесь есть плюс, здесь есть минус. Если вы хотите получить пример, могу вам дать пример. Можете приехать в сторону Крают. Слышали, где это находится? Там есть в Гриатхайме, есть большой магазин, называется Вайнер. У него кашрут выше. Приедьте в пятницу и посмотрите, где начинается очередь. Да, это было дорого, я могу сказать на сто процентов, было дорого, но было выгодно. Но это риск. Может пойти, может не пойти. Окей? Для того, чтобы войти в эту публику, там самое главное не кашрут, это способ. А понять публику и получить к ней доступ. Кашрут это способ, это не цель. Нет, на сто процентов нет, я вам ответил. Вы должны это так жестко разделить, что вам уже будет не выгодно. Это расчет кашрута. Но с другой стороны, да, есть плюс, это публика, которая пойдет за вами с закрытыми градациями. Но там проблема не в кашруте, там проблема это понимать из-за публики. Хорошо, я понял рынок, как мне теперь получить разрешение в страну производства? Если вы поняли рынок, вы выбираете уровень кашрута, выбрали уровень кашрута, обращайтесь напрямую к этой общине, говорите, господа, пошлите мне вашего раба. Не моего раба. Не раба города Хайфа или раба города Тель-Авива. Они вам посылают рабы на их общину. Если это бадат самый высокий. Хорошо, это где-то прописано в документах сумму, которую они вам скажут, не помните. На счет суммы можете на сто процентов не выбрать. Они даже скажут, кого брать на работу. У них свои законы, они работают по-своему. Это очень тяжело определить. Они скажут тебе одно, а другому другое. Это ничего такого не натрисленное. Окей, кашрут закончили. Что, импорт-экспорт? Импорт-экспорт. Еще по кашруту один вопрос. Допустим, условно, раме левит. Мы заводим там определенный товар. Если у нас самая низшая стадия этого кашрута. А ведь мне можно сказать, что мне это не устраивает. Мне нужно только высшая стадия. Да. То есть, если ты хочешь работать с сетями, которые в Израиле. Видите, я же говорю, в Израиле есть разные уровни кашрута. Вы должны понять, на какой уровень вы метитесь. Потому что это будет другая, это совершенно другая публика. Они между сними тоже разные. У вас это Хаббат, это Хасидим, это Харидим, это Бнейкарта. Ответим. Окей, импорт-экспорт. Видите, довольно просто. Потому что экспорт, Израиль очень хочет и готов, чтобы было побольше экспорта. Вам надо условно просто найти заказчика за рубежом. И правила игры диктует заказчик за рубежом. Здесь, в принципе, условно нет никаких барьеров. Израиль хочет, чтобы был экспорт. Окей. Насчет импорта. Здесь, welcome to Israel. Здесь начинается все интересно. Здесь надо понять. Это идет пища, питание. Это один подход. Это идет строительное сырье. Это будут другие проверки. То есть, здесь есть понятие стандартизация. И внутреннее разрешение того или иного предмета, который вы хотите завестить. Окей. И я вам советую так. Лучше обратиться. Есть такое понятие. Амиль Мехес. Амиль Мехес. Это брокер, который занимается... Таможенный агент. Лучше обратиться к ним. Я понимаю, что мы все думаем, что мы лучше знаем всех. Но насчет импорта, экспорта... Сколько с ним. Здесь хуже, чем кашуру. А они дают консультацию? Они дают платную консультацию. Но они дают. И, соответственно, уже оформляют... Сначала они вам дают консультацию. Я советую прийти уже с готовыми вопросами. Получить ответы в писемном виде. Чтобы потом не было нюансов, что вы мне неправильно объяснили, вы неправильно поняли. В Израиле желательно получать ответы в писемном виде. А вопрос по поводу ответов. Они могут на русском языке предоставлять для полного понимания, о чем идет речь? Потому что если не претендарься в ноябрике, с кучей специализированных терминов, там можно внешне разобраться. Смотрите, есть брод, на русском языке тоже. Матсов считается, к сожалению. Что касается оборудования и транспорта, которые есть в стране исхода. Вот если я приехал сюда, я хочу, например, парник поставить или какой-нибудь маленький заводик сделать. У меня есть там оборудование. Я имею какие-то преференции привезти вы сюда. Китергон на таможне, все время у меня есть транспорт свой. Я хочу машину привезти и ездить пользоваться. Это оборудование было произведено на Западе или на Европе? На Востоке или на Западе? Восток это что? Восток это какие границы? В России, например. В России. Вот у меня в России есть какой-то маленький станок. Вот я его хочу привезти. И между 5 лет или 10 лет... Какую работу будет выполнять станок? Любую. Ну, допустим, деревообработку. Вот я хочу деревяшки строгать. Какой-нибудь установка деревянка. Смотрите, если это стандартные, типичные работы, условно, может быть, ничего не востребуется. Так? Условно. Но если это специфическая работа, которая... Товар будет употребляться где-то, где понадобится специфическая лицензия или... Текен это... Как текен на русском? Стандартизация. Какая-то стандартизация. Тогда они могут у вас потребовать... Окей? Какие-то разрешения источника производителя этого оборудования. Окей? Потому что, опять-таки, вы завезли в изоляное оборудование, вам придется сделать что? Страховку. Делая страховку. Делая страховку. Страховая компания, может вам сказать, я хочу источники, где... Кто производитель этого оборудования? Если эти документы есть. То есть, если известный установка... Да, но смотрите, я никого не хочу обижать. Но иногда это был собран за счет личного ума или личного знания. Не какая-то компания, которая сделала установку. Окей? Большая компания. А вот как? У меня вопрос именно по налогу. То есть, если это станок известной компании, которая сделает понятную продукцию. Я его хочу привезти. Не хочу в тот раз покупать здесь. Я понимаю. Но вы хотите привезти в израильную вещь, которая будет производить что-то. Израильское государство будет сказать такую вещь. Мы хотим быть уверены, что окончательный товар, который будет произведен вот этим, соответствует нашей стандартизации. Мы хотим вот это застраховать или понять, откуда это. Окей. Если у меня документы проходят по стандартам. Но это ничего. Если прошло, так налоги это битвес. Это не связано с оборудованием. У меня вопрос по налогу. То есть, я буду платить за растаможку. За то, что я ввез. Потому что, когда ввез. Если есть договор о освобождении налога на ВОЗ между Израилем и Россией, вы заплатите ноль. Если нет, то мне кажется, это 12%. Например, между Израилем и Европой, если это сделано в Европе, то мы не платим налогу. То есть, если у меня есть стандарт произведенный в Европе, который соответствует всем стандартам. Я не плачу никакого налога. Если я машину купил европейскую, у меня машина, это все. Мерседес. Я хочу привезти все. Мерседес это другое. Нет, машина там вообще. А если она для бизнеса? Вот я не... Машина берите, я хочу кинул за брокер. Где узнать? Позвоните брокеру. Ну, я же говорю, лучше всего позвонить. Машина, это удовольствие. Два раза с половиной от стоимости целей в Европе. Это моя. Моя машина, которая пользовалась там пять лет. ЗМЕШ. Неважно, да? Мы узнали, любят федераль, но все. Головно. Хорошо. Я говорю, мы разделяем между понятием личное потребление, личное потребление для себя или бизнес. Если это бизнес, условно, вы имеете право там сохранить кодекс или договора, который существует между Израилем и другими странами. Если есть договор о неоплате налогов, таможенных налогов, вы не будете платить. Только здесь очень надо уделить внимание. Есть таможенные налоги на товар между государствами и есть таможенные налоги на обслуживание на месте. Это вы будете платить. Поняли разницу? Лучше всего таможенный брокер объяснить четко. Это именно брокер рассказывает. Брокер. Не таможенная служба, то есть не госструктура. Это же брокер. Таможенный брокер. А называется на игре Теамильная. Все. Они знают все. Они имеют кодекс. Я вам скажу больше. Мы говорим о брокерах, которых задача освободить товар, который был возил с какого-то государства. Вы хотите вот это? Еще более фундаментальный вопрос, который мы всех интересуем. В России, например, есть торгово-промышленная палата или какие-то структуры содействия экспорту. Ну, то есть, куда идите, понимаешь? Понятно, что это, скорее всего, это будет юридоговорящее. Мы доверим, пишу. И вот, что мы с тобой возьмем. Есть какие-то структуры, которые могут помочь именно... При посольстве Израиля в России и в некоторых странах есть финансовые, как советники от Министерства экономики. Вы можете обратиться к ним. Окей, смотрите, есть. Для новых репатриантов, которые приехали в Израиль и до 10 лет со дня приезда в Израиль. Условно, Министерство абсорбции... Я не делаю рекламу, но условно. В Министерстве абсорбции есть отдел по открытию бизнеса. Окей? Да. Как оно называется? Да, отделку открытия бизнеса. Окей? И условно, для репатриантов, которые приехали в Израиль, до 10 лет со дня приезда, существует две группы услуг. Три группы услуг. Первая группа услуг, это финансовые услуги, поручение льготных суд. Окей? Вам разрабатывают бизнес-план, вам его подают, вас сопровождают, с вами идут, как вы получаете или не получаете, то ту или иную суду. Окей? Это может быть суд, это может быть кредит, это может быть открытие счета в банке, финансовые услуги. Окей? Вторая группа, это консалтинг. Вас сопровождают, с точки зрения консалтинга, вас сопровождают физически. Окей? Темы, которые связаны с бизнесом. Первые пять часов, они бесплатно. Я извиняюсь за выражение, можете молочить голову. Сегодня одна тема, завтра другая тема, нет проблем. Окей? Следующие 15 часов вы можете получить, опять-таки бесплатно, с условием, чтобы вы зарегистрировали бизнес. Вы пришли... Именно с этим консультантом. Именно с этим отделом. С отделом. Есть папиры, у меня вот открыт бизнес, помогите мне его поставить на ноги, или поставить на ту форму, которую я хочу. И иногда министерство абсорбции проводит свои курсы. Это до 10 лет со дня приезда. Готы. Министерство абсорбции вам не помогает в понятиях ведения бизнеса. Она помогает вам в сфере консалтинга. она... Советом. Советом, да. Так это сопровождение. Это консалтинг. Вы можете получить... Вы можете условно... Вам могут... там... предложить бухгалтерам. Он вам может посоветовать, сказать, как он думает, что он предлагает, но не имеет права делать работу. не выбирать. Он не имеет права делать физическую работу. На консультацию. Он может проконсультировать для моего вида деятельности? Вот это, вот это и вот это. Да, у СОНа, например... Я вам дам пример. Вы говорите такую вещь. Я хочу открыть кабинет косметики, салон косметики. Я хочу открыть как мелкий предприниматель. Как мелкий предприниматель, у него нет чего? НДС. НДС. Что мне делать? Вопрос понятен? Если я буду как мелкий предприниматель, я потеряю что? 17 тысяч шефов. Если я откроюсь как разрешенный бизнес, я не потеряю 17. Но у меня моментально с первого дня увеличится цена на 17%. Что мне делать? Вот это вам, бухгалтер, условно, сможете объяснить, что будет более выгодна для вас? Первая ситуация, первая ситуация. Это не так? Да, нюансы. Первые пять часов без открытия юридического лица... Первые пять часов без открытия, без регистрации бизнеса. Без регистрации можно обратиться непосредственно к кому? Министерство Турции. Кому? Кому у вас есть... ... Да? Аккуратер, да? Можете спросить у операторов. Аккуратер, да? Оккуратер означает всякие встречи. Прошу дальше там мою нею дальнюю. А если вы не подскажете, Кормилель остался территория приоритетного развития на 2-3 год? Есть ли для сотрудников? Для работающего на 15%? Не знаю, я не знаю. Я сейчас работаю на работе. Мне сказали, что нужно принести бумагу на то, что будет. На то, что будет. На то, что будет. Цедра, так ли получено потом и... Ретроактивно. Ретроактивно. Все? Спасибо вам огромное. Спасибо.